Дорожное хозяйство и благоустройство За плохую уборку снега и наледи с дорог Я правильно понимаю, что уже в начале следующей недели вы отправитесь в рейды по проверке, скажем так, убрали вот эти самые места по предписаниям или нет? Здесь, наверное, хочется разъяснить, что прежде всего данная работа проводится на постоянной основе И мы не именно вот сейчас когда-то выдали предписание, а это ежедневная работа сотрудников дорожного надзора, в целом госавтоинспекции Поэтому с начала зимнего периода нами уже выдано более 160 предписаний На устранение недостатков именно зимнего содержания уличной дорожной сети И впоследствии, конечно, мы данную работу контролируем, выполнение данных предписаний За неисполнение предписаний в текущем году у нас уже составлено более 28 административных материалов Именно за неисполнение предписаний 28 административных это именно в адрес? Это в адрес управления дорожного хозяйства и благоустройства То есть из 160 получается 122 исправили? 122 исполнены, остальные остались неисполнены А какие основные нарушения можете выделить? Основные, наверное, нарушения, которые на сегодняшний день у нас имеются Это снежно-ледяные отложения на проезжей части Это снежные валы, как в районе пешеходных переходов, в районе остановок общественного транспорта Которые непосредственно влияют на безопасность граждан, безопасность передвижения как водителей, так и пешеходов А если вообще рассматривать установленные правила, как должны выглядеть омские дороги? Может ли быть на них наледь или снег? Или должен быть исключительно чистый асфальт? В городе Омске у нас дается 9 часов на уборку уличной дорожной сети После этого у нас по окончанию уборки никаких снежно-ледяных отложений на проезжей части не должно быть У нас не допускается наличие снежных валов на мостах, на путепроводах Не допускаются снежные валы в районе пешеходных переходов и ближе 10 метров от них А также на остановках общественного транспорта и ближе 20 метров от установленного знака 9 часов это с момента снегопада? С момента окончания снегопада, да, 9 часов на уборку Ну вот просто у нас с момента последнего снегопада прошла уже, наверное, неделя Да, в связи с этим мы привлекаем уже непосредственно управление дорожного хозяйства Как юридическое лицо к административной ответственности за то, что Те предписания, которые нами были выданы, они не исполнены Вот в управлении дорожного хозяйства и благоустройство как-то комментируют Вот сложившуюся ситуацию именно для ГИБДД Какая у них официальная позиция по поводу... На сегодняшний день мы действительно взаимодействуем Понимаем, что, наверное, недостаточно техники, которая имеется на вооружении Управления дорожного хозяйства и благоустройства Наверное, песко-соляная смесь и те реагенты, которые были заготовлены в текущем году На сегодняшний день показали не очень хорошую эффективность Поэтому, наверное, в следующем году уже Управление дорожного хозяйства для себя тоже выводы делает И будет перестраиваться при заготовке реагентов А вот если рассматривать статистику, по нарушениям, какой год лучше? Этот, предыдущий или 5 лет назад? Мы здесь как бы не делаем анализ именно в количестве нарушений, допущенных со стороны администрации города Омска Здесь больше делаем, наверное, упор на аварийность, которая складывается на территории областного центра Мы видим, что буквально за те дни, когда после последних двух снегопадов Статистика просто показала, что у нас в три раза возросло количество дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом То есть если средняя цифра у нас где-то достигала 60-70 таких ДТП То вот дорожно-транспортных происшествий в день, в сутки То вот буквально после снегопадов, неликвидированных последствий снегопада у нас до 200 ДТП совершалось за сутки А вот по прошлому году не вспомните сейчас? По прошлому году примерно мы анализировали, количество остается на том же уровне Но здесь все зависит от погодных условий, поэтому сравнивать, наверное, сейчас сложно В принципе, цифры одинаковые по уровню прошлого года Если брать количество ДТП с материальным ущербом Если брать дорожно-транспортные происшествия, где пострадали у нас люди, то мы даже имеем небольшое снижение То есть амичи стали вроде как медленнее ездить, да, получается? Прошлый год вообще был сложный очень И, наверное, трудно в этом году будет анализировать итоги прошлого года Потому что мы знаем, какая в стране была ситуация с эпидемией У нас было и ограничено движение транспорта в том году Как раз именно в феврале начиналось все это, март, апрель Поэтому, наверное, здесь сложно будет сравнить данные показатели Сергей Михайлович, у нас амичи довольно часто жалуются на то, что Ну, знаете, наверное, стандартная история, когда грейдер по второстепенной дороге проезжает И, получается, на обочинах образуется снежный вал, вот эти обломки льда, снега затвердевшего В УДХБ уверяют, что, собственно, вот этот снег на второстепенных дорогах они не обязаны вывозить Можете как-то подтвердить эту позицию, опровергнуть? Нет, снежные валы везде должны вывозиться В принципе, здесь, как я уже ранее сказал, на это дается у них 9 суток для уборки снежных валов Которые были сформированы в результате уборки дорожного полотна И впоследствии уже осуществлять вывоз Насколько нам известно, что сейчас даже администрации выделены дополнительное финансирование на это И будет привлекаться сторонняя техника В связи с тем, что у самого управления дорожного хозяйства собственных сил не хватает на это И город надо вывозить, тем более у нас впереди сезон возможного подтопления По прежней части Я думаю, что работа здесь будет продолжена Ну вот тоже такое частое явление, когда у нас некоторые мячи просто оставляют автомобиль на обочине в ночное время Соответственно, когда проходит уборка, да, ну просто техника не может вычистить снег полностью из-за машин, расположенных на обочине Вот это может и являться для администрации каких-то смягчающим обстоятельствам? Ну здесь, наверное, смягчающим обстоятельством это не может являться Но у нас есть взаимодействие и с департаментом городского хозяйства, и с департаментом транспорта, и с управлением дорожного хозяйства В случае, если есть необходимость вывозить какие-то участки, которые, ну действительно у нас запаркованы полностью И там сложно это сделать Мы оказываем со своей стороны, со стороны госавтоинспекции, там непосредственную помощь Либо сотрудники департамента городского хозяйства обеспечивают заранее, необходимо выставить тогда дорожные знаки на этом участке Что здесь парковка будет ограничена в связи с проведением работ по уборке улиц Но в администрации обращаются прям? Да, периодически обращаются, со своей стороны мы оказываем здесь свою помощь Ну а помощь это как вот вплоть до эвакуации автомобиля? Нет, эвакуацию мы там не производим, потому что соответствующие дорожные знаки на данном участке не установлены Соответственно, таких прав у нас нет Но тем не менее, помогаем где-то связаться с владельцем транспортного средства, чтобы он переместил его на период уборки улицы И в последующем, чтобы автомобиль не мешал А вот в этом году тоже часто можно услышать такое заявление от специалистов управления дорожного хозяйства и благоустройства О том, что при температурах ниже минус 25 градусов у нас реагенты плохо себя проявляют И техника, в принципе, не заводится А вот это как-то можно тоже? Действительно ли? Ну, здесь с мягчающим обстоятельством это не будет Здесь я уже ранее сказал, что, наверное, те реагенты, которые себя действительно не очень хорошо проявили в текущем году При отрицательных температурах у нас минус 20 и все, дальше уже ни один реагент не работает Даже тот же Бионорм, который мы применяем там в большей части, наверное, на гостевых маршрутах, но он тоже уже не срабатывает Поэтому и получили вот такой, наверное, результат в городе, что имеем неудовлетворительное состояние по рейши части Тем не менее, есть реагенты, которые могут позволять работать Поэтому здесь надо работать, я думаю, что учтут результаты этого года И в будущем, наверное, уже Управление дорожного хозяйства проработает вопрос по закупке иных каких-то реагентов Которые бы позволили нам при любых температурах содержать прежнюю часть в удовлетворительном состоянии А вот вообще в госавтоинспекции как-то уполномочены воздействовать, скажем так, помогать в работе Управления дорожного хозяйства и благоустройства Указывать на какие-то недочеты по количеству техники, по химии, которая используется Или все-таки здесь специалисты УДХБ сами? Мы здесь, наверное, рекомендательны, только характер нашей письма пишут Да, мы готовили письмо и в адрес администрации города Омска, и в правительство Омской области Действительно, мы видим, как ситуация складывается, и техники, наверное, недостаточно Обсуждали неоднократно проблематику и с технологией уборки города Омска На базе отдела ГИБДД мы собирали полностью управление дорожного хозяйства сотрудников ДЭСов Обсуждали все эти моменты в рабочем порядке именно Потому что одними надзорными мерами ничего не сделаешь Мы сами живем в этом городе, ездим по этим дорогам Надо здесь консолидироваться и вместе, наверное, достигать результаты Недавно мы буквально вчера подготовили список улиц, где у нас наибольшее количество ДТП произошло в феврале Именно с неудовлетворительными дорожными условиями, где сопутствующие были Предоставили их департамент городского хозяйства И сейчас они первоочередно начинают именно обработку этих улиц, чтобы нам сократить количество дорожно-транспортных происшествий А список этих улиц есть возможность у вас озвучить? Ну, сейчас могу основные примерно назвать Это у нас, в принципе, основные магистрали города Омска Это Маркса у нас, Гагарина, Красный путь, Мира, Заозерное, на Королево у нас очень много ДТП произошло Богдана Хмельницкого, 10 лет октября, но это в основном все основные магистрали города Омска связаны с этим были Ну, есть и периферийные участки, которые тоже необходимо сейчас обработать в первую очередь Ну и вот, скажем так, работа по предписаниям, она продолжается? Работа продолжается, это ежедневная работа наша, то есть в рамках надзора мы ежедневно это осуществляем У нас система построена таким образом, что не только инспектора дорожного надзора осуществляют контроль за этим А любой сотрудник госавтоинспекции по прибытию на пост, он фиксирует те недостатки в состоянии уличнодорожной сети, которые имеются Докладывает в дежурную часть, дежурная часть передает их в единую диспетчерскую службу для оперативного реагирования Ну и в дальнейшем уже составляется акт и идут меры реагирования А в УДХБ как-то прогнозируют вообще сроки, в которые они могут очистить определенный участок от снега? Или здесь они сами как выехали, так выехали? Нет, ну конечно здесь и ведут, наверное, мониторинг тех, наверное, осадков, которые у нас надвигаются Могут способствовать здесь именно своевременно выйти технике в линию, чтобы убрать Мы неоднократно обсуждаем вопрос, это патрульное прометание в период проведения именно снегопада Чтобы не дать снегу прилипнуть уже к проезжей части, чтобы его накатали В случае необходимости мы даже оказываем помощь госавтоинспекции именно при необходимости Значит, патрульные автомобили предоставляем для оказания содействия спецтехники в прохождении Поэтому все эти моменты, конечно же, регулируются Ну есть, наверное, недостатки в этой работе, но тем не менее она проводится Сергей Михайлович, ну и, наверное, вот в конце я все-таки хотел бы уточнить В начале мы с вами обсудили, что 28 административных дел составлено по поводу... Это именно за невыполнение предписаний Помимо этого еще составлено нами порядка 30 дел Это за недовлетворительное содержание проезжей части То есть это нигде мы выдавали предписания, а есть недостатки, которые непосредственно вообще не могут существовать Так как снежные валы, допустим, на мостах, их вообще не может там быть, они даже сразу должны убираться Поэтому здесь мы привлекаем уже непосредственно к ответственности Ну здесь же я правильно понимаю, что вот по итогам этих административных дел выписываются штрафы? Да, все эти материалы рассматриваются в судах города Омска и выносятся решения Но суммы пока конкретной нету, да? Вот во сколько это все выйдет в бюджету городскому или, может быть, ответственным лицам? Ну, как практика показывает, выносят в подделы где-то 100 тысяч рублей за каждый административный закон За каждый административный дел И именно в адрес управления дорожного хозяйства было устроено? Да, в юридическое лицо адрес управления дорожного хозяйства было устроено в городе Омск Сергей Михайлович, спасибо вам большое за интересную беседу Спасибо А я напомню, это было интервью с начальником ОГИБДД ОМВД России по Омску Сергеем Лебедевым В студии работал Филипп Лебедь До встречи в эфире Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok